Господин Вольф, я задам вопрос иначе. Мы что, все такие наивные? Наша экономическая система – это постоянный рост, поэтому нам войны никак не избежать. Нужно же это понимать. Этой системе удалось обмануть людей и отвлечь от своего истинного характера. Потому что это сегодня очень трудно разглядеть все эти взаимосвязи. Ведь это совершенно непросто. К примеру, если рассмотреть влияние «Тройки» в Греции. Все, что делает «Тройка», так это создает условия для банков и забирает деньги у простых людей. Но механизмы, с помощью которых они это делают, совсем непросты. А людям все время внушают, что это программы помощи, которые они проводят. Если вы мне дадите три минуты времени… Да, пожалуйста. Для того, чтобы разъяснить, как «Тройка» работает, нужно представить себе где-то на земном шаре маленькую деревню. И этой деревне нужен новый сельский совет. Это здание будет стоить 100 тысяч долларов. Мэр будет уполномочен этим заняться. Он идет в банк и говорит, что нам нужно построить новое здание за 100 тысяч долларов. У нас имеется 50 тысяч. Могли бы вы нам дать в кредит остальные 50 тысяч? Банк говорит «Хорошо, мы сделаем это». Потом мэр идет к директору строительной компании и говорит «Мы с тобой все уладим, но сначала положим каждый по 25 тысяч себе в карман». Потом он идет в местный совет и говорит, что, к сожалению, но нам строительство обойдется в 150 тысяч. Эти люди с местного совета это принимают как есть, так как они не разбираются в экономике. И оставшиеся жители деревни тоже с этим соглашаются, так же, как соглашаются с этим все жители планеты. Потом идут мэр с директором строительной компании в банк и говорят, что им понадобится дополнительные 50 тысяч, но банк говорит «Нет, мы все видели, вы оба коррумпированы, мы вам больше ничего не дадим». Они идут в другой банк, он им тоже отказывает. А теперь самое интересное. Тогда они идут в Международный Валютный Фонд или в Тройку. А Тройка им не отказывает. Она сразу же соглашается. «Да, конечно же, мы вам заплатим, только есть небольшое условие. Мы к вам пошлем в деревню трех человек. Они там осмотрятся и скажут вам эти условия». И Тройка посылает этих людей, они там осматриваются, идут к мэру, идут к директору строительной фирмы и говорят «Смотри-ка». У вас каждую среду проходит базар. Ваши люди продают на нем овощи и дичь. С сегодняшнего дня одно из этих мест на рынке зарезервировано для крупной американской компании, которая производит продукты, питание и мясо. Это первое условие. Второе условие. Смотрите, у вас здесь есть небольшая сберкасса в деревне. Небольшой филиал, который дает кредиты и следит за счетами своих клиентов. Теперь рядом будет стоять небольшой филиал Goldman Sachs банка. Что потом и происходит. Третье требование людей из Тройки. Смотрите, у вас посередине деревни стоит колодец. Этот колодец теперь будет приватизирован. Вот эти три условия. Следующее, что делает Тройка или МВФ, они говорят «Теперь вы напишите нам предложение, в котором вы предложите нам купить эти три вещи, чтобы мы потом не оказались в глупом положении перед общественностью». Тогда пишут коррумпированный мэр и директор строительной фирмы заявление о намерении, в котором они предоставляют место на рынке, колодец и филиал Goldman Sachs. И что теперь происходит? И что же теперь происходит? В деревне открывается филиал банка Goldman Sachs. Он делает отличные условия для клиентов. Изберкасса через три месяца банкрот. Теперь финансовая система этой деревни принадлежит Goldman Sachs. Следующее изменение происходит с рынком в деревне. На нем теперь одно место занимает крупная американская корпорация, которая продает, к примеру, курицу, которая намного дешевле той курицы, которую производят местные фермеры. Местные фермеры, естественно, разоряются. Теперь американский концерн может поднять цены на свою продукцию. И люди полностью зависят от продуктов американского концерна. И потом они кредиты будут брать у Goldman Sachs. Да, совершенно верно. Но именно это произошло в Африке. Африка раньше снабжала себя продуктами питания сама. Все страны Африки снабжали себя овощами и мясом. А сейчас все зависят от импорта продуктов питания мяса и рыбы. Третье – люди просыпаются через месяц, хотят утром пойти к колодцу, из которого они всегда брали воду, и вдруг видят, что он закрыт. И там стоит табличка «Продажа воды находится там». Тогда они должны идти в магазин, где вода уже расфасована в пластиковой бутылке, которую они могут купить. Вот сценарий, по которому работает Тройка и МВФ. Это же терроризм. Это мошенничество. Это настоящие террористы. Абсолютно верно. А потом приходят такие люди, как Шойбли, и говорят, что это была программа помощи. Я это называю неолиберальным фашизмом. В настоящий момент опасность войны больше, чем когда-либо. Это действительно так? Это опять же имеет экономические причины. Если бы американцы смогли бы, к примеру, в Москве сменить режим, убрать Путина и поставить такого, кто примерно так же действует, как Яценюк на Украине, кстати, бывшего банкира. Яценюк – бывший банкир. Да, а его министр финансов – банкир Шасгольдман Закс, и гражданка Америки. В тот день, когда она приступила к работе, ей дали гражданство. Более нагло и дерзко уже некуда. Но о чем тут можно еще говорить? Руководство этих банков с начала кризиса 2008 года с миллионеров стали миллиардерами. Короче, они очень хорошо на этом заработали. Гольдман Закс также подправил цифры Греции, чтобы они вообще смогли попасть в Европу. И за это они получили 800 миллионов долларов. К этому нужно еще добавить, и это очень важно, что Европейский Центральный Банк управляется Гольдман Закс. Президент Европейского Центрального Банка Драги – бывший работник Гольдман Закс. Другими словами, финансовую и экономическую политику Европы определяет Гольдман Закс. Но были же и иные времена, господин Вольф. Если вспомнить Бреттенвудское соглашение, у нас была тогда полностью разрушенная после войны Европа, и там были основаны такие организации, как Мировой Банк и МВФ, вроде как для того, чтобы в мире был баланс и не было войн. Куда же это все делать? Это так приукрашивали идеологически все это. Вторая мировая война привела к тому, что впервые в мире образовалась супердержава. До этого такого не было. До Первой мировой войны британцы, Британская империя были пупом земли. И в двух мировых войнах британцы много потеряли. И в конце Второй мировой войны Великобритания погрязла в долгах и больше не имела политически большого влияния. А американцы наоборот. У американцев был самый крупный внутренний рынок. Они развили огромную производственную отрасль за счет использования конвейеров Форда. У них были самые большие запасы золота. Две трети мирового запаса золота было у американцев. У них была только одна маленькая проблемка. У них производилось слишком много продукции. Они нуждались в новых рынках сбыта. И чтобы добиться этих рынков, они сделали доллар резервной валютой, чтобы иметь возможность экспортировать свои товары по всему миру. И это и было настоящей целью. Ну а то, что политики это идеологически приукрашивают, это совершенно нормально. Также все говорят о том, что план Маршалла – это была гуманитарная акция в пользу европейцев. Но это же было тоже не так. План Маршалла позволил американцам из Европы сделать крепость против Советского Союза. Тут можно две стороны видеть. Это можно назвать побочным эффектом. Но настоящей политической причиной этому было оградить Советский Союз. Потому что в Советском Союзе была плановая экономика, и плановая экономика приводила к тому, что у капитализма был отнят рынок. Это относилось к Советскому Союзу и ко всему Восточному Блоку. И американцы сразу же показали свое настоящее лицо. Они в Хиросиме и в Нагасаке сбросили две ядерных бомбы, чтобы показать, что они и в военном смысле самые сильные на планете. Одно из самых страшных преступлений в истории человечества. Вы только представьте, ядерные бомбы сбросить на простые города. И в такой же манере они продолжили дальше. Я вырос в Корею, к счастью, после войны до меня там убили 4 миллиона человек. Вы учили в США? Да, позднее. Но из-за этого я не стал поклонником американского правительства. Слава богу, нет. Являетесь ли вы поклонником Америки? Нет, вообще нет. Мне нравится сама страна, и отчасти мне нравятся и люди там. Но я должен сказать, у Америки есть и очень отрицательные стороны. В Америке промывка мозгов во многих областях очень далеко зашла. В Америке становится заметно, что происходит с людьми, если им 24 часа в сутки какими-либо СМИ затуманивают сознание. И в Америке есть целые регионы, где с людьми нормально невозможно говорить. Я на восточном побережье, там немного получше. Это действительно трудно. Я тогда решил жить не в Америке, а в Европе, потому что мне больше нравится качество жизни в Европе и культурный уровень, которым я действительно наслаждаюсь. А культурный уровень в Америке находится на уровне Микки Мауса и Макдональдса, и это мне не нравится. Но мы вынуждены жить с этой Америкой, и я хочу немного внести позитива и тем самым вернуться к теме резервной валюты, ведь это сейчас теряет свою силу. Дело в том, что китайцы стали очень сильными, и они основали Бриксбанк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Немцы же тоже там. Да, они тоже там, все. Большинство европейцев там. Почти все. Какой же вывод можно с этого сделать, что мы потихоньку отстыковываемся? Нет, то, что сейчас существует другая сила, которая становится больше. Можно сказать, что американцы сейчас находятся на наклонной. Это имеет дело с тем, как устроен финансовый капитализм, что он в последнее время себя сам изнутри разрушает. Глобализация привела к тому, что американские концерны и банки заработали огромные деньги, потому что зарплаты в Китае были очень низкими, а зарплаты в Бангладеше еще ниже, в Пакистане еще ниже. Но из-за этого вся производственная мощность США была перенесена в другие страны. Это означает, что больше нет рабочих мест в Америке. В Америке потому такие серьезные проблемы. Во-первых, потому что, мало кому это известно, 15 миллионов американцев получает талоны на еду. Также концерны отчасти платят людям намного меньше, чем раньше. К примеру, Дженерал Моторс специально обанкротился, чтобы не платить людям их пенсии, а новым работникам платить иначе. Два года назад я был в Детройте, и 7 лет тому назад новым работникам там платили 28 долларов в час. Когда я там был, уже 14, сейчас 12. Настолько были понижены там зарплаты. Это опять же приводит к тому, что покупательная способность обрушилась, и ее теперь поддерживают с помощью системы кредитных карт, системы долгов. В Америке также и студенты имеют огромные задолженности, потому что университеты в Америке платные и очень дорогие. У меня там две сестры, у которых есть дети. У моей сестры, после того, как оба ребенка закончили колледж, сумма долгов составила 400 тысяч долларов, и теперь они должны ее выплачивать вместе с детьми. Там это совершенно обычное дело, если человек с огромными долгами начинает взрослую жизнь. И это отражает сегодняшнюю реальность, то, что долги правят миром. Как же мы можем выбраться из этой системы? Я думаю, простого выхода нет. Я считаю, что эту систему невозможно реформировать. Но в настоящее время все указывает на то, что нам предстоит сумасшедшая эпоха, которая гарантированно будет приводить и к революциям. Потому что социальное неравенство в нашем мире сегодня сильнее, чем когда-либо. Разница между хенджфонд-менеджером сегодня и человеком, живущим на социальную помощь, во много раз больше, чем разница между солнечным королем средневековья и бедняком. К сожалению, вы правы. И эта разница с каждой минутой, которую мы здесь сидим, становится все больше. Но то, что вы говорите, разве это не критика капитализма? Да, это так. Я в любом случае не являюсь поклонником капитализма. Я еще ни разу нигде не читал о связи этих событий, чтобы кто-нибудь задался вопросом, от чего же бегут эти беженцы? Возможно, они бегут от войн НАТО? И причастны ли мы к этому? У нас же есть Рамштайн. Связан ли Рамштайн? Наши НАТО-войны в Сирии, в Ираке, в Афганистане. Связано ли это с беженцами? Все говорят, вот беженцы, мы должны их принять. Есть пару людей, которые против них. Но я не вижу, чтобы СМИ связывали эти события. Они это и не сделают. Я еще задам один вопрос. Существует ли связь, так называемый общий знаменатель между украинским кризисом и конфликтом в Сирии? Он существует в любом случае, сто процентов. Мировая дестабилизация, которая проводится в США. Следующий вопрос, почему же об этом не упоминают в немецких СМИ? Нигде. Потому что это было бы против США. И против этого Европа не решается что-либо сделать. А также против своего собственного участия. Мы полностью забываем, что стратегия против Сирии – это стратегия истощения, чтобы этим самым вызвать смену режима. Чтобы он был сменен посредством бойкотов, которым участвует и Европа. Это же не только США, но и мы тоже в этом участвуем, в этой стратегии измора. И об этом почти не говорят. Есть пару журналистов, которые об этом как-то упомянули, но в общем об этих причинах не говорят. Вы совершенно правы. И это аморально – умалчивать такие важные события, которые вынуждают людей бежать, а страну морят голодом, что приводит к тому, что люди вынуждены оттуда уходить.